запись прошла вот это адрес переулок геологов это шушенский район деревне красный хутор вот уникальные вещи по этому адресу последний раз я видел ученого двух доскобилова тросом полота абаканский институт аграрный проблем и бойкову галину николаевну шушенский господиспытательная станция оба они мои друзья но оба последний раз оба кандидата наук один был зал лаборатории 2 директор гсу и обе они угощались у меня персиками сладкими вылочными лишними много много чем сейчас вам покажу персик которая зимует на морозе вот они вот плоды когда-то 30 лет назад 25 когда появились мои первые публикации меня ловили так на рынке купить под деревом рассыпать ну вот они первые имеется ввиду первое место в россии по морозостойкости два-три таких дерева они уникальны каждый из них косточка должна стоить тысячу рублей нет оговорился тысячу долларов косточка с них подчеркиваю зимует на ветру а веточка должна стоить тоже тысячу долларов а целиком если дерево продать науке нужно стоить 10 тысяч долларов не рублей я не оговорился вот но пока никому не надо окончательно ученые забыли сюда дорогу вот потом что тут еще рядом показать рядом рядом абрикосы все закончились вишни 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 я уже не раз показывал вишни с генами черешни науки тоже не надо собирать мы уже не можем все ни здоровья ни сил да и спрос на них маленький вот показать вишню украинскую что я сюда привез сало как сало чего пробовать то я уже показывал не раз видите это практически мертвая слива почему я резал на черенки угробил вот последние абрикосики в кроне затерялся маленький такой несчастенький вот он видите кто знал что двумя годами раньше точно такие же на этом же дереве весили 80-90 грамм вкус остался вот эта вишня второе и последнее дерево в россии которое я называю самым разостойки из съедобных которыми есть гостями посмотрели и улыбаться черешни уже отошли одна ветка уже умирает 2 хоть бы хны это кстати опять те самые крупноплодные вишни вот они кажется объектив модноват сейчас него надо как-то будет протереть секундочку вот вещи начали падать в этом году выражаю вещи настолько огромных что обычно птицы съедали не давали мне их попробовать в таком положении сейчас у них максимум глюкоза ничего не сгнили вот максимум глюкозы они по вкусу практически не вступают черешня видите я по ним хожу смотрите основном они еще на деревьях вы сняли часть но сколько позволялась тремянка а дальше нет видите вот эта красота если собрать вот смотрите где черешни между этой вишни я называю супер вишня я дал название дед это дедовского сада там остались только могилы моих отцов и дедов переславский район херсонской области там где война вот а теперь смотрите черешня на видите настояло все ну как вам еще показать чтобы не сомневались что это черешня между ними расстояние между меня деревья ровно два метра что может с этой вишни с костик получить правильно гибрид не надо никаких этих кисточек не надо ничего калечить деревья это страшная вещь когда берут и начинают издеваться отрыва отрывать эти самые тычинки это ужас вот ну ладно что-то опять разговаривался сама по себе вишня вот вторая ветка это вишня посмотрите черешня а это была простенькая вишня не так что вот вон она а теперь смотрите какие плоды на простенькой вишни это называю вегетативной гибридизации вот она она по вкусу уступает моей украинской вишне под названием дед вот но она достаточно крупная она как бы оккультуренная если их костик тоже может дать чудо например вегетативный гибрид который я все-таки твержу видя вот эту всю красоту существует вот шелковица эх не дали мне птица опять ее наестся беда 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 вот угробил его почти тогда когда черенки вот эти продавал продавал вот на укоренение сам научил людей вот так все меня надо увольнять это не шелковица это хундук он то я говорил с москвой толку от него нет вот сережки замерзают вот видите пока свеженькие но все равно замерзут шелковица простите меня старее вот она вот это дерево самая морозостойкая в мире я так говорю не верите кто-то скажет нет мы более морозостойка сравним климат сравним сейчас пояса географически сравним сравним каком поясе находится ваше дерево мое везде теперь можно определить температуры годовал и это вы сосы сосы определить и так далее снова черешня уже отошла ладно нам надо говорить о чем-то более более приятным вот идем сюда вот такая же история да вон она черешня тоже плодоносила но мы собирали уже косточки вон сейчас я вам даже могу показать вон они остались они бесценные но я их не собираю потому что никому не нужны я говорю что на дорогу забыли и вот тоже улучшенная вишня потому что это от подвоя пошли ветки вот эти нижние от подвоя вот они посмотрите какие это я также душка белого его друга угощал у меня есть фотографии вот этими же вот они это называется улучшенная вишня это вегетативный гибрид вот они в два раза крупнее чем чистая вишня вот так они улучшаются другое дело чистым можно было бы назвать если кто-то это продолжил а продолжил как взял эти веточки привел снова на вишню и убедился что хоть и укропненность два раза сохранилось вон красота какая